Глава первая. Спасение на Востоке. В 1933 году, когда нацистское правление налагало все более и более суровые условия на евреев Германии, многие правительства открыли свои ворота для еврейских беженцев. Соединенные Штаты приняли наибольшее число беженцев – более 150 тысяч. За ними последовала Великобритания с более чем 8-10 тысячами, в том числе почти 10 тысяч детей, привезенных в Великобританию по инициативе британского правительства в рамках так называемого «киндер-транспорта» после разрушения синагог и еврейского имущества во время Хрустальной ночи в ноябре 1938 года. Многие из этих детей обрели новые дома в христианских семьях. Даже когда правительства, включая Великобританию и Соединенные Штаты, вводили квоты на количество разрешенных еврейских беженцев, отдельные дипломаты прилагали особые усилия, чтобы выдать как можно больше виз. Видными среди этих дипломатов были офицер британского паспортного контроля в Берлине капитан Фрэнк Фолли и генеральный консул Китая в Вене доктор Фэн Шаньхо. Выданные им визы позволили нескольким тысячам евреев покинуть Германию и Австрию в период, когда немецкая политика разрешала еврейскую эмиграцию. На швейцарской границе швейцарский полицейский капитан Пауль Гринингер проигнорировал приказ своего начальства и позволил более чем двум тысячам евреев пересечь границу со Швейцарией. Когда началась война с вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939 года, другие дипломаты, не связанные с нацистской сферой, выдали визы, которые позволили евреям вообще покинуть Европу. В столице Литвы Каунасе, в то время Литва была нейтральной, голландский дипломат Ян Звартендейк и японский консул Тионе Сугихара помогли более чем двум тысячам еврейских беженцев из Польши пересечь Советский Союз по пути в Японию, Шанхай и Америку. После немецкого вторжения во Францию, Голландию и Бельгию в мае 1940 года португальский дипломат, работавший на юге Франции, Аристидес де Соуза Мендеш, выдал транспортные визы, которые позволили многим тысячам еврейских беженцев пересечь границу с Испанией до прибытия немецких войск к границе и закрытия ее. В Марселе американский гражданин Вариан Фрай возглавлял американский комитет по чрезвычайным ситуациям, который в течение 13 месяцев выдавал документы, позволившие более чем 1200 беженцам, в основном немецким, в том числе многим еврейским интеллектуалам, писателям, художникам и ученым, покинуть Вишистскую Францию и отправиться в Соединенные Штаты. Фрай и его команда были поддержаны американским вице-консулом в Марселе Хайрамом Бингхэмом. В оккупированной немцами Польше, где все евреи были вынуждены жить в гетто, голод привел к ужасным потерям. Более двух миллионов польских евреев оказались в ловушке в гетто. Немцы не допускали никакой эмиграции. Затем в июне 1941 года гитлеровские войска вторглись в Советский Союз, захватив территорию, где проживало более двух миллионов евреев. Через несколько дней после немецкого вторжения в этот обширный восточный регион массовые убийства евреев начались в невиданных доселе масштабах. Сотни, иногда тысячи, иногда десятки тысяч убивались каждый день. Это было началом Холокоста, систематического уничтожения евреев Европы. Это массовое убийство было совершено айнзад с группами, эсэсовскими карательными эскадронами, которым помогали местные добровольцы, среди которых были украинцы, литовцы и латыши. К концу 1941 года в завоеванных районах Советского Союза было убито до миллиона евреев. Перед лицом такого систематического и продолжительного безумия убийств каждый акт спасения был выдающимся. В Белостоке, первом городе на востоке Польши, который был захвачен, одним из первых действий убийц было запирание сотен евреев в главной синагоге, а затем поджег ее. В какой-то момент, когда эсэсовцы сосредоточились на расстреле евреев, пытавшихся бежать из передней части здания, польский христианин, его имя неизвестно, работавший разнорабочим в синагоге, открыл маленькое окошко в задней части, и нескольким десяткам евреев удалось сбежать. К концу того дня сожжения и расстрела было убито две тысячи евреев. В Едвабне, в 40 милях от Белостока, 10 июля 1941 года, было убито более тысячи евреев. Их убийцами были не немецкие оккупанты, а местные польские сельские жители, их соседи на протяжении поколений. Во время резни польская женщина Антонина Выжиковска приютила семерых евреев из Едвабны в своем доме в соседней деревне Янчевка. О ее мужестве позже вспоминали двое из тех, кого она приютила, Лея и Джек Курбан, в то время 18-летние, только что поженившиеся. В течение 28 месяцев, писали они, эта самоотверженная и великодушная женщина спасала нас, давая нам хлеб, воду и картошку, пока мы прятались в двух подвалах. Конец цитаты. Антонина держала своих овец на полу над бункерами для дальнейшей маскировки. Гестаповцы постоянно рыскали по ферме в поисках семи евреев. Мы были готовы покончить жизнь самоубийством, если бы они нас обнаружили. Антонина догадалась разлить бензин по земле вблизи подвалов, чтобы ищейки гестапо не могли учуять запах своей добычи. Конец цитаты. Другой из семерых скрывавшихся, Мойша Ольшевич, позже писал, цитата, «Это были лучшие друзья. Доброду и добродетель этих людей невозможно описать. Никакие деньги не могут адекватно компенсировать их, и никакие слова не могут адекватно отблагодарить их. Это был не один день, не одна минута, а два с половиной года страха и страданий, тоски и страха. Когда пришло освобождение, мы покинули хлев, как и животные, перейдя в освященный мир, полный воздуха и солнечного света, что нам так долго было запрещено, и мы обняли наших спасителей. Их радость невозможно описать. Они смотрели на наши худые и бледные лица, на наши худые руки и ноги, на наши потухшие глаза, которые ничего не видели, на сердца, которые издавали крик полной боли, зная, что мы потеряли самое лучшее и самое прекрасное — наши семьи». Конец цитаты. После того, как русские освободили этот район, Мойша Ольшевич вспоминал, польские соседи Антонины насмехались над ней за то, что она спрятала семерых евреев. Однажды ее даже избили, и она и ее муж были вынуждены покинуть ферму. Сноска. Сам он знал только о четырех скрывающихся евреях, а не обо всех семи. Конец сноски. Семья Антонины Выжиковской в конце концов эмигрировала в Соединенные Штаты и поселилась в Чикаго. Поддерживая ее награждение званием «Праведник народов мира», другой из тех, кого она спасла, написал в Яд-Вашем. Цитата. «В моих еврейских воспоминаниях это были ужасные времена, и борьба за выживание была невыносимо тяжелой. Невозможно по-настоящему оценить то, что семья Выжиковских сделала для тех семи евреев, которые выжили и теперь имеют собственных детей. Теперь я живу в Яд-Вабна, и я все тот же еврей по фамилии Грандовский. Мои еврейские братья, я хотел бы, чтобы каждый из вас, кто читает это заявление, знали, что благодаря семье Выжиковских семь евреев выжили, и невозможно оценить, какую награду эта семья заслуживает за наше спасение». Конец цитаты. Минахима Финкельштейна также спасла Антонина Выжиковска. Он бежал в Яд-Вабне из соседнего города Радзилов, где местные поляки убили большое количество евреев двумя днями ранее, 23 июня, всего через 24 часа после нападения Германии на Советский Союз и за две недели до резни в Яд-Вабне. И местный священник, и местный врач отклонили все еврейские призывы о помощи. Только прибытие группы немецких солдат, которые были потрясены резней, спасло жизни 18 евреев, включая 8-летнего мальчика, который выкопался из братской могилы. Бронко Клебанский, выдававшая себя за «арийскую» в кавычках «польку» в Белостоке и служившая связной еврейских партизан в близлежащих лесах, недавно отдала дань уважения польскому офицеру в подпольной польской армии Краёвой. Доктор Филипповский работал на немецком фармацевтическом складе и, цитата, «снабжал меня лекарствами и оборудованием для партизан», конец цитаты. Он также охранял подземные архивы Мордехая Тенненбаума, которые были тайно вывезены из гетто Белостока. Бронко Клебанский также вспоминала, что другой поляк, цитата, «пожилой мужчина по фамилии Будрзыньский приходил и навещал одного из нас всякий раз, когда это было необходимо, чтобы развеять подозрения хозяйки». Эти визиты интерпретировались как доказательство того, что мы были христианами. Конец цитаты. Продолжение следует... Продолжение следует...